Доброе утро! Мы в Сиэтле, и мы приехали в автомобильный музей внезапно. Мы вообще должны были сегодня уезжать, но мы узнали, что здесь есть очень большой автомузей, и поэтому решили, что очень надо туда посетить. У Петя завтра день рождения, так что это ему подарок, визит в музей. Ой, спасибо! Ну что, мы пришли в музей. Вход стоит 18 долларов с человека, лита бесплатно, и можно добавлять еще всякие симуляторы какие-то, но мы решили решить это уже на месте, поэтому вот велкам. Доброе утро! Доброе утро! Вот он, сохранившийся до наших времен, Ford Mustang 1968 года. Вот здесь написан национальный исторический выкл автомобиль, который в родном окрасе, с ржавчиной. Я его видел в основном на просторах интернета, в инстаграме, на всевозможных автомобильных выставках, его часто перевозят, чтобы всем показать, ну и вот я его теперь вижу вживую. Вот эта машина представлена в каком-то фильме. Естественно, какая-то погоня там, пулеметы, гранатометы. Как интересно, раньше снимали такое. С коптера, походу. Та стреляет, не может попасть. Я на косой... Бах! Все, все взорвалось. Вся планета взорвалась, он выжил. Так, перелетел. Слетел с 600-метровой скалы, перевернулся, вышел, отряхнулся, пошел дальше. Фух, мы сегодня целый день провели в дороге, не считая автомобильного музея, в который сходили с утра. Я надеюсь, вы оценили эти блогера. Сейчас мы приехали уже в городок Пенплетон, Орегон. И мы заехали в Walmart с продуктами. Сейчас уже подъезжаем к нашему мотелю. Сегодня мы впервые за наше путешествие ночуем в мотеле сети Model 6. Я про них много слышала, можно сказать. Ну, в общем, это такая очень популярная сеть в Америке очень бюджетных мотелей. То есть максимально... Ну, как хорошо, не максимальные, бывает совсем печалька, да. Но это вот вроде как нормальные, но очень бюджетные мотели. И так вышло, что вот сегодня мы впервые за 54 дня, или сколько мы там уже едем, впервые путешествуем, впервые останавливаемся в этом мотеле. Так что сейчас посмотрим, что нас ждет. Я знаю, что он должен быть гораздо проще, чем вот даже там Super 8. Но будем надеяться, что он нормальненький. Кстати, он Super 8, смотри, вообще через здание. Вот оно. Welcome, пишет. Welcome Model 6. Здесь нет завтраков. И здесь во многих номерах нет ни микроволновки, ни холодильника. Но я выбрала тот, который, он на 6 долларов дороже, но там есть микроволновка и холодильник. Надеюсь, во всяком случае. Так что сейчас посмотрим. Так, ну вот, собственно, подъехали мы. Вот наш номер 147. Тут у каждого, видишь, даже походу свое паркоместо. Прям у тех, кто... Ну, почти. И мы сегодня... Да, зайчка моя, синие двери. Нравится? Да. У нас сегодня видно трак. У нас сегодня видно. У нас все окно в номере есть. А это, кстати, по-моему, в лесовой. Так, погнали. Чего нас там ждет? Вот. Хм... Вполне я вам скажу. Ну, номер маловат, как бы. Вот. Большая душевая. Такая достаточно. Накроволновка, холодильник, все на месте. В кровати так впритык, но он как раз супер лита не рухнет. Хе-хе-хе-хе-хе. С одной стороны, по крайней мере. А очень даже неплохо. Учитывая то, что он стоил 69 долларов. О-о-о-о, я не буду тут жить. Доброе утро. Мы клеим на нашу карту два новых штата – Аляску и Вашингтон. И сегодня мы уже будем в следующем, в 21-м штате в Айдаху. Сегодня у Пети день рождения. И мы должны были отметить его как-то прикольно где-то в аквапарке, но Пети заболел. И поэтому мы никуда не едем смотреть Капитолий. Но мы сейчас едем туда. Поэтому мы никуда, собственно, не едем. Ни в какое прикольное место. Мы приехали сейчас в город Бойсе, столица штата Айдаху. И мы сейчас поедем, посмотрим на Капитолий. Мне кажется, нам надо записать какое-то видео. Типа пять зданий, которые одинаковые во всех городах Америки. Точнее, во всех столицах штатов. Потому что здесь все вообще идентично. И Капитолии одинаковые. Вот. И мы… Я вообще не знаю, что мы будем тут делать. Мы здесь покатаемся по городу. Наверное, посмотрим Капитолий. И вообще посмотрим, что из себя город представляет. Забронируем какой-нибудь отель. И, наверное, поедем отдыхать. Ух ты, смотри, какие-то кол... Капитолий штата Айдахо. Называется «Найди десять отличий с любым другим Капитолием». Их нет. А мы приехали посмотреть на Орегон Трейл Мемориал Бридж. Это мост памяти, так сказать, орегонского маршрута. Орегонский маршрут – это такая историческая дорога, которая была проложена еще в начале девятнадцатого века. Длиной она более трех тысяч километров. Эта дорога связывала долину реки Миссури с долинами в современном штате Орегон. И была пригодна для передвижения повозок. Вот, типа таких, в которых мы ночевали. Каритога Вагунс. Именно этот орегонский маршрут сыграл огромную роль в освоении Дикого Запада. Потому что по ней ходили первооткрывать. В этом городе Бойсе мы не придумали ничего лучше, как просто пойти в кино. Потому что заняться тут особенно нечем. Все музеи, как обычно, закрываются в пять часов вечера. А здесь стало у нас на час больше. И поэтому, получается, мы приехали как бы вообще поздновато. И поэтому мы идем в кино смотреть историю игрушек. Здесь, кстати, стало очень жарко. 31 градус. Еще вчера у нас было градусов 17. Сегодня 31. Так, ну что, посмотрим на американский кинотеатр. О! Вот открыта дверь. Погнали. Ух ты! Большой! Класс! Король Лев. Вторая часть же выходит 19 июля. Какая прелесть. Так, а вон и история игрушек. Посмотрите, какой огромнейший просто зал. Ну, зал, кинотеатр, здание. Не знаю даже как это назвать. В общем, здесь залов очень-очень много. У нас номер 12. То есть, я предполагаю, что их еще больше. Здесь традиционно продается всякий попкорн. Какие-то... А, Лита вон игрушки увидела. Посмотреть какие-то хочет. Билеты, кстати, стоили нам на троих 30 долларов. Взрослый 10 с чем-то, детский 8, 7, по-моему, с чем-то. И в итоге плюс так, 30 долларов. Уже рекламу видишь, Зайка показывает? Смотрите, какой гигантский зал. Может, это в кинотеатре не было просто. Ну да, вообще может. Но мы здесь почти одни. Лита первый раз в жизни в кинотеатре. Зай, какой мультик будешь смотреть? Хорошо поделишься потом впечатлениями. Сходили мы в кино. История игрушек 4 очень понравилась. Вообще отличный мультик. Очень классный. И я прям в восторге осталась. Просто он еще очень актуальный нам был сейчас. Потому что в этой части они на RV едут в road trip. Путешествие. Ну и как бы нам поэтому было очень весело. Забавно. Некоторые моменты такие классные были. Ну, в общем, супер. И сейчас мы приехали в наш отель-мотель. Помаши ручкой. Скажи привет. Не хочу. Не хочу, как всегда. И будем идти в нашу комнату и отдыхать. О, ты говоришь добрый день. Да. А еще что-то расскажи. Тебе мультик понравился? Да. Ты была первый раз в кино? Да. А еще пойдешь в кино? Нет. В смысле нет? Ты же говорила, что пойдешь. Я не пойду. Ты не пойдешь больше смотреть в кинотеатры и мультики? Да. Понятно. Все, заселились мы в наш номер. Как обычно, с мультиваркой. Потому что буду сейчас в Лите варить макарошки. А мы будем... У нас сегодня будет праздничный ужин из Денис. С праздничным шампанским. Так что... Все. Все. Все.